Мы ждали этого 4 года и наконец свершилось. 40 тысяч человек под открытым звездным небом скандировали мировые супер хиты Мьюз. О новом альбоме и развлечениях в Москве британцы лично рассказали нам в интервью. Все подробности прямо по курсу. Старушка Москва уже истосковалась по настоящему рок-н-ролльному отрыву. И фестиваль Фарк Лайф открывает череду обязательных рок-концертов этого лета. Кажется, что только ради стадионных групп парковый Оупен Эйр переехал с насиженного места на ВДНК. Это мой самый первый концерт в жизни и это моя самая любимая группа, поэтому мы здесь ждем просто нечто. Я жду, что это будет график, я жду, что это будет нереально, я жду того, что Мэти Файлами разобьет очередную гитару. Правда, быстро становится понятно, не все фанаты из многотысячной очереди прочат в хедлайнеры мегапопулярный Мьюз. Кое-кто заглянул на огонек ради американских альтернативщиков Инкубус. Нет, Мьюз не то, что Мьюз просто приезжает уже не первый раз и в чем-то, наверное, народные артисты Российской Федерации, можно так сказать. Я не удивлюсь, если перед Мьюзом выйдет Филипп Киркуров, всех нас поздравит. А потом Мьюз приедет на дискотип в 80-е. Да, ретро-ФМ, а Инкубус первый раз, поэтому нормальный прогрессивный пипл сегодня пришел на Инкубус. Сами ветераны рок-движения в Москве впервые и времени зря не теряют. В первый же день парни выходят с поклонников и гуляют по Красной площади, не забывая и о гастрономических удовольствиях. Ну мы пробовали борщ, но кажется, это немецкое блюдо. Русское блюдо? Ну прекрасно. Борщ был очень вкусненький. Мы немного погуляли, попробовали разные еды. Здесь очень красиво. Мы правда рады, что приехали. Единственные русскоговорящие на парклайфе в этом году парни из Jack Action. Выступать с монстрами мирового рока им не привыкать. В творческой копилочке экшонеров разогрев у Three Days Grace, Poets of the Fall и Guan Apes. Хотя все это не идет ни в какое сравнение с работой на стадионе. Стадионные коллективы, такие как Мьюз, вы сегодня увидите, это, конечно, абсолютно... Ну я не хочу как бы там делить на какие-то уровни, но это немножко там другой продакшн. Большое количество персонала, который работает над звуком, это целая большая работа. И это правда. Собой в Москву Мьюзы захватили знатный багаж. Только для перевозки оборудования понадобилось 42 грузовика со светом, звуком, инструментами и пиротехникой. Ничего себе! Для россиян Мьюз дорогие гости. Еще бы, они ведь катаются с концертами к нам аж с нулевых. Практически выросли на глазах. Видимо, поэтому развлекали организаторы парней знатно. В Москве басист группы Кристофер Уолстон Холм погонял мяч с московским Спартаком, а в Питере то станул с Аршавиным. Ну хоть тут наш пригодился. Особо удачливые москвичи застали Мьюзов в одном из баров, куда парни сразу после концерта отправились пропустить пару стаканчиков. Но самое приятное, конечно, что легенды мирового рока сочиняют некоторые свои хиты под впечатлением от музыки наших гениев. Да, Рахманинов очень повлиял на то, как Мэтт играет на пианино, это точно. За годы, с тех пор, как мы начали включать пианино в нашу музыку, где-то в районе второго альбома, есть трек под названием Spice Dimension, в котором есть большой проигрыш, который вдохновлен Рахманиновым. Так что он всегда оказывал большое влияние на нас. Но не красота ли? А пока Россия прощалась с британцами, самые преданные фанаты паковали чемоданы. До середины июля Мьюз легко можно поймать на самых крутых концертных площадках Европы. Алина Ильича, Алина Лыкова, Полина Сулимова, Дмитрий Волков. Про новости.